Казалось, такой маленькой миленькой девочкой Говорила, ты у меня первый А на деле оказалось, что я у неё Т6 Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Александр Мордынский И вот начнём первую часть, пожалуй, нашего всего проекта Хотел бы я начать со сборки именно каркаса, то есть со сборки корпуса У нас S500, типа мультироторная рама Представлен он из стекловолоконных, стеклотканевых лучей Ножек и, естественно, трубок То есть по поводу трубок, это как бы и подвес одновременно И одновременно некоторая несущая часть является Сделаны они из карбона, судя по звуку То есть углепластик там какой-то Дальше у нас идут такие пакеты с всякими резинками, уплотнителями, шестерёночками Сейчас мы всё это достанем, всё посмотрим с вами Дальше у нас есть инструкция То есть по инструкции мы будем с вами рукожопить, естественно Вот такая вот огромная инструкция Как что установить, как что протягивать Примерная схема Ну и как-то вот так это всё у нас будет выглядеть в итоге Вот такая вот картинка будет Здесь у нас в комплекте есть плата распределения питания Но я её решил не использовать Всё-таки мы взяли более навороченную Будем с более навороченной мучиться Здесь у нас присутствует верхняя часть Так называемая крышка И нижняя часть Основана, на которую, собственно говоря, уже будем всё крепить Что ж, больше у нас в коробочке ничего нет Так что уберём её в сторонку И давайте посмотрим, что у нас здесь есть по пакетикам, по винтикам Так, присутствуют такие шестигранники Длинные, я бы сказал Присутствуют уплотнители резиновые Тоже с каким-то фиксатором Присутствует такая тема Это, судя по всему, штука, на которую мы будем ложить наш аккумулятор Я так понимаю Ещё некоторое количество шестигранников Вот в таком вот обилии всё это выполнено Но минус этой комплектации в том, что нету никакой отвертки в комплекте Поэтому будем использовать мою китайскую, старую Старый наборчик Надеюсь, здесь есть необходимые шестиграннички Начнём с инструкции То есть сперва нам рекомендуют установить именно винты То есть потом уже всё это собирать Но это мы будем делать, естественно, в одну из последних очередей Потому что, честно, я не знаю, как это делать Здесь вот винты тоже присутствуют в комплекте Шестиграннички Ладно, давайте начнём со сборки номер 2 То есть сборка номер 2 Здесь нам понадобится M.2.5x6 Здесь всё подписано Видите? Вот M.2.5x6 Вот эти нам понадобятся Нам понадобится вот эта рама Так Систему питания мы уберём Нам понадобятся вот эти штуки Так, что ещё нам понадобится? M.2.5 M.2.5x6 Вот это нам понадобится Маленький пакетик с маленькими шестигранничками Но вот это мы пока уберём всё в сторону То есть пока уберём вот это всё в сторону Ну и две трубки нам понадобятся То есть две трубки, которые мы будем вдевать уже в эти резиночки Что ж Конкретных тут измерений нет Конкретных данных На какую длину вставлять Так что будем рукожопить Начинаем Собственно по самому вот этому вот каркасу Здесь тоже не подписано Где здесь низ, где здесь верх То есть абсолютно безликая рама Так что я думаю Возьмём Ну вот это возьмём за низ Так и быть В принципе она пропорциональна Вырезы и длина Со всех сторон То есть можно без разницы какой стороной это использовать Что ж, давайте поглядим, что нам потребуется Нам потребуется M.2.5x6 Мы их будем вкручивать вот в эти штуки То есть такая система Сначала нам нужно одеть резиночки То есть давайте оденем резиночки Оденем резиночки На вот эту всю систему Так, всё вытряхнем Чтобы ничего у нас никуда не потерялось Хотя это даже не резинки Это пластик То есть я смотрел У американцев была такая рама Там были резинки И они вставлялись отдельно Видимо это удешевлённая версия Made in China И Никакого конкретного закрепления Она нам не даёт То есть система свободно ходит Странно Не знаю, так и должно быть Или нет Так Дальше нам потребуется М.2.5x6 То есть нам потребуется Некоторое количество Вот этого вот пакета Откроем Сколько там Короче говоря Два винта на каждую Из этих штук Я не знаю, как это называется Я не профессионал Того нам потребуется Чё? Восемь штук Ну ладно Или не восемь, или шесть А здесь почему-то Меньшее количество Здесь их всего четыре И вкручиваются они В середину Может их просто вставлять надо? Ну да Просто так она туда Вообще проваливается То есть вот так Это всё выглядит Странно Очень странно Что я могу сказать? Видимо туда мы будем Втыкать потом Маленькие саморезики Насколько я понимаю Ну да ладно Давайте начнём всё-таки Вкручивать потихоньку Всё это дело Вот приблизительно Вот так она у нас Должна выглядеть Вся эта система Ну вот эти вот Я так понимаю Можно даже Потом закинуть Потому что Сквозь вот эту дырочку Они проваливаются Спокойно Так что мы их оставим На потом Потом видимо Туда что-то будет Вкручиваться Да и саму вот эту вот Систему тоже Можно сначала Вкрутить На наши шестиграннички А потом уже вдевать Что ж Ну давайте Посмотрим на О великого рукожопа Саню Вот так это всё Дело выглядит Вставляем Вставляем И прикручиваем Выполнена из текстолита С цветом Под карбон То есть не будем Пока перетягивать Просто вот так вот Вся эта система Будет крепиться Возьмём следующую Каждая из них Ещё пронумерована Но я думаю Они все абсолютно Одинаковые Так что Нет какого-либо Смысла Их разделять По каким-то там Особенным признакам Которых они Собственно Не имеют Уже что-то Похоже на Квадрокоптер Да На этом уже Можно полетать Палки пока Вытащим Насколько я понимаю Вот эти Пластиковые Держатели Которым будет Крепиться Вот эта штука Они будут распоркой Которая не будет Давать выезжать Пластмассовым Этим рейкам Так Смотрим Ну что сюда Комфортно упадёт Вот эта вот система Маленькая В виде распорочек И давайте Посмотрим Какие шестигранники Нам здесь нужны будут То есть Судя по всему Там что-то Вообще крупное Конечно понимаю Что название На пакетике Это название Есть этого шестигранника Но Меня они не подписаны И вы знаете Методом тыка Мы подобрали Вот такой вот Т8 То есть Сдеваем его В отвертку И теперь Нужно вот это Все зафиксировать Поплотнее Уже Затягиваем Конечно Поплотнее Но не перетягиваем Поскольку Можно все-таки Что-нибудь Там еще и Треснуть Потому что Нам не нужно Чтобы какой-нибудь Из этих винтиков Раскрутился Потом На нашем Супер Мега Квадрокоптере Так Смотрим Что нам потребуется Дальше Дальше нам потребуется Прикрутить М2.5 На П0 То есть Вот этими Маленькими Винтиками Нам потребуется Прикрутить Вот эту Площадку То есть Здесь уже видно Где у нее Низ То есть Куда будут Впадать Головки Саморезиков И где у нее Верх Так что Берем Открываем Этот маленький Пакет Вытряхиваем Его содержимое Аккуратненько Чтобы оно Никуда не Разбежалось Никуда не Рассыпалось И смотрим То есть 1, 2 Здесь детали Тоже подписаны Но я не вижу Никакого Практического Применения Этим Подписям Давайте Возьмем Подписями Внутрь Но Здесь уже Нам потребуется Естественно Другая Головка Поскольку У этих Уже Грань Намного Меньше То есть Подошел Вот этот С нумерацией Т6 Уже Что-то Похожее На Правду Скажете Вы И вот Так То есть Получается Что у нас Наши Саморезы Не выпирают А идут Вровень С нашей Площадочкой То есть Вот так Эта система Уже Выглядит На практике Смотрим Вот так Оно Крепится Все это Дело Вдеваются Эти две Пластиковых Рейки Сюда И они Уже Отсюда Никуда Не денутся То есть Уравним Их Как-то Вот так Третьим Шагом Нам предлагают Остался Вот один Винтик Я не знаю Про запас Наверное Был Положим Отложим В сторонку Третьим Шагом Нам предлагают Установить Вот эти Лучи То есть Наши лучи Сюда Уже В эту Систему Таким Вот образом Насколько Я понимаю Ага То есть Вот эта Вот часть Или не Вот эта Может я Чего-то Не понимаю Или рукожоплю Но Насколько Я вижу Она должна Вот как-то Так Подходить Короче Саня Рукожоп Все Сейчас Сломает Нафиг Так Вот это У нас Днище Вот так Значит Нам нужно Крепить Эту Всю Систему То есть Это У нас Верхняя Площадка Будет Потом Верхнюю Площадку Мы будем Ставить Сюда Так Что он Будет Вот так Наклонен Что ли Не Сомневаюсь Не понимаю Зачем Тогда Третья Дырка Вот эта Вот То есть Ладно Она Сюда Вот Три Крепится Да А Ну Ладно Все Понял Сюда Крепится Две А зачем Тогда Сюда Вставлять Вот Эти Вот Шестиграннички Я Что Не Понимаю А Понял Понял Все Понял Это Тут Шестигран Ну Вот Этот Он Даже Без Граней Вот Эту Штуку Мы Сюда Закидываем Для Того Чтобы Закрепить Вот Эту Рейку Ну Насколько Я Понимаю То есть Эта Рейка Уже Будет Затянутся И Укреплена Сейчас Посмотрим То есть Да У нее Вот Есть Грань М3 Х4 И Мы Отрегулируем Нужную Нам Длину Нашей Системы То есть Насколько Я вижу Она Должна Быть Приблизительно Вровень С Концом Вот Этой Площадки Ладно Сейчас Так И Ну Да Я же Грю Саня Рукожопно Закреплял Рейк Так Так Конечно Рано Вообще Я это Начал Крепить Ну Да Ничего Так Теперь Загоняем Эту Рейку С Этой С С С С Хоп Ну Давай Хоп Хоп Вот так Это Все Выглядит Вставляем Необходимую Длину Для всех Наших Систем То есть Примерно Вот Ну На уровне Вот этого Вот Она Должна Быть Видите Все Еще Ходит Вставляем Эту Сторону Оп Уравниваем Примерно До такого Уровня Я думаю Вот этого Запаса Нам будет Достаточно Да Да Собственно Говоря Этого Если Сюда Захочем Что Нибудь Захотим Что Нибудь Повесить Хотя В принципе Можно Сделать И Ровно Посередине Чтобы Она Была То есть Чтобы У нас Балансировка Была Хоть Какая Но Это Уже На вкус И Цвет Я Думаю Например Что Мне Пригодятся Вот эти Удлиненные Части Для Дальнейшего Апгрейда То есть Для Какого Ну Допустим Захотим Мы Сюда Камеру Повесить Типа В виде Стабилизатора И Повесим Ладно Теперь Вот эти Вот штуки У меня По ним Вопрос Какой К ним Нужен Ключ Этот Не Подходит Вот Этой Вот Части То есть Вот Этой Части Вообще Нет Резьбы Никакой Видимо Это Тоже Какая Запасная Поскольку Их Тут Везде По Пять Винтиков По Пять Шпунтиков Давайте Подберем К ней Блин Куда Поехала Стоять Ты Мне Еще Нужна Не бросай Меня Нет Ей Видимо Нужна Самая Маленькая Нет Не Самая Маленькая Берем Следующий Казалось Такой Маленькой Миленькой Девочкой Говорила Ты у Меня Первый А на деле Оказалось Что Я у Нее Т6 То есть Берем Вот Надеваем Я Не Вижу Смысла Следовать Инструкции Поскольку Вот так Будет Гораздо Удобнее Надеваем Ну Да Без Этого Никуда Без Этого Никуда Надеваем И Вставляем И Теперь Закручиваем То есть Вот Эта Вот Система То есть Смотрите Как у Нас Сейчас Ходит Еще Этот Стабилизатор Я Сделаю Отступ С обеих Сторон Чтобы По паре Миллиметров Они не касались Этого Пластика То есть Буквально По Миллиметру И Закручим Вот Эту Штуку Туда Поплотнее Штуку Штуку Вещь Джип Штуку Не знаю Честно Потому что Как она Называется То есть Вот Вы знаете Я Квадрокоптер Очень Давно Хотел Построить Это Реально Была Одна Из Таких Вещей О которых Я Мечтал То есть Конкретно Можно Сказать Что Постройка Квадрокоптера Постройка Чего-то Летного Вот Такого Квадрокоптеров Тогда еще Не было Я помню Это был Где-то Конец 90-х Когда Я всерьез Увлекся Моделированием Роботостроением И всем Прочим Записывался В кружки Которых В итоге Не было И которые В итоге Закрывались И Как-то Мы С друзьями Строили Всякие Парапланчики Не Парапланчики И это Было Прикольно Вы знаете Не было Такого В 90-х Чтобы Кто-то Мог Построить Квадрокоптер Или что-то Такое Даже Мечтать Не могли Так Завели И теперь Закручиваем Еще Плотнее Насколько Только Сможем Чтобы Оно У нас Никуда Не уходило Ходу То есть Прямо Ощущается Как Саморезик Входит В эту Трубку С таким Звуком Надеюсь Будет Слышно Слушать Как будто В удочке Дырку Проделываешь Теперь Наши ноги Никуда Не уходят Никуда Не сдвигаются То есть Вот это Уже Все Собрана Нижняя Площадка То есть Вот Такой Степень Она Будет Выглядеть Остается Один Лишний Винтик Так Куда У нас Будут Крепиться Ноги Нижняя Нижняя То есть ноги будут вставляться сюда Ну, как-то вот я не знаю, насколько это будет Ровно и красиво, но я думаю, мы с этим справимся Ладно Ноги у нас прикрепляются дальше То есть вот мы вот эту систему уже собрали под номером 2 Дальше у нас идет верх-низ И все это цепляется на М2 5х8 То есть обильное количество винтов М2 с половиной на 6 И вот М2 с половиной на 8 Еще у нас останутся М3 на 7 Но М3 на 7 это идет для крепления двигателей уже Так М2 с половиной на 8 А М5 на 6 Вот эти вот остальные Они у нас пойдут для крепления уже верхушки То есть на которой у нас будет располагаться мозг И под которой у нас будет располагаться все остальное Что ж Давайте Попытаемся Собрать всю эту оставшуюся часть То есть фактически вся система собирается двумя шестигранниками Т6 и Т8 Это хорошо, но могли бы, конечно, их в комплект положить Ну честно, чего там стоило шестигранник копеечный положить нам в комплектуху Так Система продевается снизу То есть через ногу Закручиваем пока не плотно Так как нам еще нужно будет это Вторую вот эту вот штуку Закрутить Второй луч Можно было бы, конечно, придумать систему поудобнее Но Раз уж они решили, что это удобней Значит это удобней Так Первая часть Давайте начнем с переда Чтобы нам потом было проще Зад уже прикрутить Ага То есть можно делать даже вот так То есть просто Вставляем в ногу Два винта Берем луч Поворачиваем его в этой стороне То есть смотрите Здесь какое огромное количество будет пространства Для установки всех ваших систем Я надеюсь Нам не придется его разбирать В дальнейшем Из-за вот этой вот глупости Которую я сейчас здесь делаю Хотелось бы надеяться То есть на самом деле у меня к этой системе только одна претензия Можно было еще по дырке здесь просверлить Допустим в этом текстолите Чтобы луч у вас был точно закреплен То есть сейчас вот я вижу что Ну допустим погрешность в корпусе какая-то присутствует Допустим вот с этой части Посмотрите Как здесь крепится нога И как здесь крепится нога То есть она упирается вот в эту вот пластиковую систему Как-то так Ну давайте продолжим дальнейшую сборку Я думаю инженерам было виднее Чем простым смертным бичеблогерам Поэтому доверимся им Все-таки не зря эта тема Наверное пользуется у американцев такой популярностью То есть насколько я знаю это 450 масштаб Больше там уже идут 500ки 450 по-моему это стандартный масштаб для фантома Если я не ошибаюсь Но фантома у меня к сожалению не было И вряд ли когда-то будет Так что Сужу по видео других блогеров 40 минут блин почти уже ушло на сборку этой рамы Представляете не было бы инструкции То есть вот так уже выглядит эта вся система Эта вся конструкция Попробую еще отдалить Нет не получится То есть вот Это уже такой внушительный серьезный паукан получается И дальше сюда мы устанавливаем компьютер Сюда мы устанавливаем всю плату Компьютер можно установить в принципе сверху Можно внутри просто провести систему управления И вот эту штуку мы уже укладываем дальше То есть здесь вот есть пазы Которые фиксируют уже И вот она собственно говоря Центровочная система наша будет То есть здесь она Немножечко туго входит Так Сейчас Немножко пришлось отжать корпус Но это уже зато будет отцентрированная вся система И сверху потом закручиваем здесь винтами еще То есть вот такой вот оздоровенный Огроменный квадр будет Сейчас я подниму Покажу вам Даже не получится максимально поднять То есть Вот он Да И вот наша маленькая тарантула То есть Заметно будет Если я положу вот так вот ее Посмотрите Насколько Будет Больше наш квадрокоптер Чем тарантула Так что Шраму мы собрали Вот так вот она будет выглядеть Ставьте обязательно лайки Чтобы поддержать мой этот проект Я наверное не зря стараюсь Пишите комментарии Делайте репосты Все это очень-очень нужно Все это очень пригодится С вами был Александр Мордынский Обязательно вступайте в группу ВКонтакте И Там тоже поддерживайте комментариями Спасибо магазину TomTop За активное участие в развитии данного проекта То есть Android с их логотипом Логотип их мы потом сюда приклеим куда-нибудь Если бы не они То такой возможности у меня появилось бы очень нескоро Так что Обязательно переходите по ссылкам в описании Там ссылочки на все интересующие вас запчасти Все необходимые для постройки именно вот такой вот системы Ну и в следующем видео мы будем строить уже Устанавливать системы В следующем видео мы будем уже устанавливать системы питания Продевать их сюда Устанавливать моторы Подключать это все Ну и в завершающем видео мы будем подключать наш компьютер Наш мозг Все это отстраивать Прошивать И потом уже устанавливать винты И все-таки завершать сборку Так сказать То есть вот давайте достанем пару винтов И посмотрим как Насколько эпичных размеров у нас будет этот квадрокоптер То есть берем вот два винта Сюда И сюда Смотрите То есть даже на стол у меня практически не влазит Для сравнения смартфон Xiaomi Redmi Note 2 Ну то есть просто Как детская игрушечка смотрит на такой машине Все, всем удачи, всем пока